Гонсуар, шерзами, я делаю новый курс на субжентиве. В последнее время я вам обещала сделать курс на субжентиве, но, в связи с этим работой, я не вспомнила еще несколько вербов. Дорогие друзья, я обещала вам делать видео по поводу употребления субжентива, но делая его, это новое видео, я вспомнила, что есть еще несколько глаголов, а именно глаголов, которые имеют две основы формирования субжентива. Мы с вами уже увидели несколько глаголов. Это были глаголы «voir», «voir», «venir», «murir», «voir», «souvoir», «douvoir» и «prendre» и различные типы. В предыдущем видео у вас есть документ, который все это резюмирует. Давайте посмотрим какие-то глаголы. Примеры. Мы сейчас посмотрим испоряжение. Если вообще глаголы первой группы с особенностями вам ничего не говорит, вот этот термин, то значит нужно посмотреть. Прямо в гугле вбивайте, глаголы первой группы с особенностями, «le verbe du premier groupe de particularité» или «particulier», и вы увидите эти испоряжения. А мы с вами попробуем их распоряжение. Смотрите. Попробуем распоряжение глагол «appler». Сами сначала распоряжение. И вы помните, что здесь в башмаке мы используем формы, такие, как они должны быть в башмаке классическом, а в формах «ну» и «ву» мы используем с вами формы «parfait». Распрягайте, пожалуйста, выключайте меня. Сейчас буду показывать, как это выглядит. В третьем лице множественного числа глагол «appler» имеет дубль «l». «zapel». И он va regarder «japel», «tu apel», «il apel», «il zapel». А в формах «ну» и «ву», «el одна». Это зависит от того, какой слог – закрытый или открытый. «Nu zapeljom», «vous zapelje». И давайте всё почитаем. «Japel», «tu apel», «il apel», «nous zapeljom», «vous zapelje», «il zapel». Это глагол «appler» – всё вжентиле. Посмотрите, пожалуйста, в Google или в Яндексе. Спряжение типа глагола «appler». То есть это те глаголы, которые имели одну согласную в инфинитиве, удваивают её в башмаке и опять имеют одну согласную в формах «ну». Далее глаголы типа «repete». То есть это те глаголы, которые имеют в основе «er accentue» в инфинитиве. И распрягайте, пожалуйста, этот глагол. И мы сейчас посмотрим, как он будет выглядеть в активе. Смотрим. «Репете» – глагол в настоящий время в инфинитиве «il репет». То есть «экцентиве» – это «экцентграв». И в башмаке вот этот «экцентграв», вы действите. А в формах «нуву», вы акцентиве. «Je репете», «tu репете», «il репете», «ну репетион», «ву репетие», «il репет». Посмотрите, это даже можно услышать. «Je репете», «tu репет», «il репет», «ну репетион», «закрытые э», «ву репетие», «закрытые э», «il репет». «Акцентграв». Ensuite, глаголы типа «achete». «Nous achete», «vous achete», «ils achete». Еще раз повторю. «Je achete», «tu achete», «il achete», «nous achete», «vous achete», «ils achete». Опять же в гугле посмотрите. Глаголы типа «achete», то есть те, которые «э» имеют в инфинитиве, в башмаке, в настоящее время, это «э» берет акцентграв. Ensuite, глаголы типа «pe», то есть те, которые имеют «a» и «y» в основе, еще более интересные, потому что у них есть два варианта. Давайте сами проспрягайтесь, вспомните это. И теперь мы с вами посмотрим. То есть у нас два варианта. «Il paye», «il paye». «Il paye». Давайте сначала с первым вариантом. «Je paye», «tu paye», «il paye». «Ну» нет вариантов. «Ну paye», «vous paye», «il paye». Теперь со вторым вариантом «paye». «Je paye», «tu paye», «il paye». Опять нет вариантов. «Ну paye», «vous paye», «il paye». И все глаголы, которые имеют «а» играть в основе, будут двигаться именно вот этим способом. То есть выбирать ли «п» или «п» – это ваше усмотрение, поскольку и так, и так говорят. Дальше, глаголы, которые имеют «о» играть в основе или «ю» играть в основе, у них нет вариантов, только один единственный. И у них «дам» «иль занвои» – вот наша основа «e», «n», «v», «o», «i». Берём эту основу «жанвои», «тюанвои» или «анвои», «nousанвои», «вузанвои», «жанвои», «тюанвои» или «анвои», «нузанвою» здесь «y», «вузанвои» здесь «y» и «занвои» опять берём только основу. Дак вот? И это всё теперь точно. Все глаголы, которые имеют две основы, все в желтили. Глаголы, которые мы с вами видели в прошлые разы и плюс глаголы первой группы с особенностями.